доброе утро всем мы сегодня в машине с самого утра потому что мы едем в город артемию нужны новые сандалии для сада заказывать ждать времени нет потому что он своих уже вываливается вот в детском мире сегодня последний день скидок поэтому мы решили рвануть туда но еще кое-что мне надо будет посмотреть вот так что мы едем в город для шар нас отвезет сейчас банк пошел мы сидим его ждем и потом он уедет по делам а мы обратно своим ходом поэтому мы взяли самокат он лежит в багажнике все бедные несчастные санки уже 240 рублей стоит а вот наши за 480 больше чем в два раза цену снизили но я кстати сейчас бы купила санки с колесиками такими выдвижными потому что та модель которая у нас конечно не самая удобная так новая коллекция новая коллекция скидки варкет и а и а и а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Потом мы тебе такую штуку купим, когда ты чуть-чуть подрастешь. А я подрасту. Нет, еще не совсем. Вот 5 лет тебе будет, и купим тебе такой. Вместо ватрушки. Ватрушку никогда не купим. Мы зашли в кукольный рай, потому что мы приглашены на день рождения в конце месяца к Аймаре. Я думаю, в этом году куклу уже можно подарить. Аймаре 3 года будет, и никак не можем выбрать. Все такое крутое. Ой, Артемий, не наводи беспорядок. Алишер привез нас в Меркури. Это соседний торговый комплекс. Сам уехал. Тут что-то на парковке кишмиш такой. Я не понимаю, почему такой ажиотаж. Выходной день, конечно, но обычно тут меньше машины все равно. И вот там Алишер везет. А мы идем поискать еще несколько вещей, которые нам нужны. Мы зашли в Леонардо. И отсюда уйти без чего-нибудь крайне сложно. Посмотрите, какая прелесть. Это набор для творчества. Видите, с помощью шерсти. Делать такую красоту. Пазлы, вышивки. Вообще все, что угодно. Просто нитки, чтобы свои картины создавать. Маленькие наборы. Ой, какая красота. Обалдеть. Обалдеть. Это просто рай. Как крысик. Обалдеть. Сколько великов для малышариков. Мы зашли в велодрайв. Я в поисках отражателя, чтобы приклеить на детское кресло сзади. Зашли в Токио-сити. Перекусить и развеяться. А то в середину дня уже до дома часа два нам. Потому что еще магазин надо будет. И я уже голодала. Артемий ест голубеньку, которую ему Алишер купил. И зашли в туалет, помыли и еду. Вот. Я им сейчас закажу цветные пельмешки. Вот такие вот захотят. А я не знаю, что я хочу. Сейчас посмотрим. Артемий ест для развлечения дали вот карандаши. И какой листочек, где можно раскрашивать, соединять. Ой, он еще и двухсторонний. Детской комнаты у них здесь нет, но это исключение. Ой, какая прелесть. Ты смотри-ка. Лабиринт. Кто? Лабиринт. С другой стороны лабиринт. И в Леонардо я купила подружке вот такой скетч-бук. Специально попросила его запаковать, потому что он царапается. Подружка рисует. Так что это ей, когда увидимся, подарю. И в Белодрайве в итоге взяла вот такие вот фонарики. Во, как светит. Это я прикреплю сзади на детское кресло. И можно будет спокойно ездить даже вечером, чтобы нас было видно. Ну, это реальная тема, потому что, когда вот это мигает, это видно даже на трассе, когда ты за рулем едешь. Вот. Так что это супер-пупер. А потом, когда Артеша подрастет, это можно будет отстегнуть и просто приделать на его детский велик и все. Или на тот же самый там беговел или еще что-нибудь такое. Но удовольствие, честно скажу, не самое дешевое. 750 рублей. Но это можно использовать годами. Они работают на батарейках и очень долго, на одной батарейке, на долгое время хватает. Ну, я надеюсь, эти штуки много лет прослужат. Вообще, у меня на моем велике, на котором сейчас Алишер ездит, сзади аналогичный фонарь. И вот он уже лет 7, наверное, функционирует. Все, ты съел? Да. Теперь ты пельмешки ждешь? Да. Здесь, кстати, открытая кухня. И видно, как готовят. Вот. И выставляют блюда. Жалко, мы низко сидим. Здорово, когда видно прямо сверху. Это увлекательный процесс. Нам принесли еду. Я даже не знаю, у кого интереснее. Кстати, я забыла показать. У меня просто бомбический напиток. Прикиньте, как он красиво выглядит. Зашла в Дайхман посмотреть себе бутинки. Единственное, что мне понравилось, это вот эти. Но нет моего размера. Это 39-я. Мне в Дайхмане подходит 38-й. Вот, остальные какие-то слишком женственные. Хочу что-то такое даже более грубое, чем это. Но все остальные такие какие-то. Я еще вот эти померила. Но это вообще гламур какой-то на ноги получился. И очень много таких, которые мне нравятся, но на каблуке. Вот тут все. Целую вечность мы ехали на автобусе из города. Добрались. Сегодня водитель был хороший. Нас не укачал. Идем сейчас забирать посылку в СДЭК. Я наконец-то заказала блокираторы на окна. На все три окна. Вот, очень долго искала. То китайские продавались везде. Знаете, которые ломаются сразу. Отзывы плохие. На зоне тоже там все прошерстило. Не было. На Алиэкспрессе какие-то непонятные были. То их там по полторы тысячи за штуку продавали. Наконец-то наткнулась на магазин, где они по адекватным ценам. Вот что. Мы поставим. Потому что теперь Артемий уже дорос до того, чтобы залезать, открывать и так далее. Надо обезопаситься. Хоть у нас на третий этаж. Но этот вопрос все равно меня волновал. И еще мы в Меркурии. Опа! Мы там обошли весь торговый центр. Я думала, мы никогда оттуда не уйдем. Потому что я искала белье. Мне нужен пускалтер. У меня мои износились. Простой нужен. Телесного цвета. Бешовный. Который бы сидел как вторая кожа. У меня было два. Я их в Модисе брала. В Меркурии нету Модиса. Я пошла в все другие магазины. Там все не то. То есть мне надо просто гладкий, ровный, удобный. И чтобы он был цвета кожи. Потому что вот все белые футболки носишь только такое. Ну, в общем, походу надо ехать именно в Модис. Я помню, точно он есть на старой деревне. Надо, значит, туда отправляться за этим делом. И еще я осмотрела себе ботинки на весу, которые я хочу. Но не нашла как-то. Тоже безуспешно это было. Получили посылку. Я даму две девушки на выдаче. Я говорю спасибо. До свидания. С наступающим. И Артемий такой, Новый Год. Запомнил. Зашли в продуктовый. Стоим на кассе. Продавщица закрыла за нами кассу. Ну, никто не занимал. Подходит молодой парень. Ставит за нами. Продавщица говорит, ну, не надо вставать. Касса закрыта. Парень такой, ой, извините. Убегает на соседнюю кассу. Затем подходит какой-то мужик такой 50+. Продавщица ему касса закрыта. А я, значит, собираю покупки. Не смотрю на этого человека. Он такой, вот, перед вами стоит больной человек. Пожилой. Такой это. Вот. Продавщица вдохнула. Ну, окей, начала принимать его покупки. Поднимаю глаза, смотрю, что она пробивает. Знаете, что я покупала? Этот бедный, старый, больной человек. Четыре банки пива. Лечиться, наверное. Дегустация взрослой ряженки. Вкусно. Ты молочник, блин. Взяли вот такую вот ряженку. Как в той распаковке. Ряженка по скидке. Понравилось? Да. Ну, пей на здоровье. Я пообедала. Никак не могу отлепить себя от кровати. Потому что силы меня покинули. Столько часов на ногах. И я реально... Мне такая... А мне надо вот это вот прибрать. Вот этот армагеддон. И мне что-то так лень, ребята. Почему нельзя сделать вот так? Но чудес не существует, поэтому... Эту гору белья никто за меня не погладит. А нам привезли посылочку. Угадай, что в посылочке. А, машинка? Не знаю. Еще варианты. Вертушка. Кто? Вертушка. Вертушка. Так. И еще варианты. Грузовик. Грузовик. Я думаю, там зубные пасты. Потому что это посылка от сплат. А Рекса очень переживает, потому что курьер приходил. Рекса. Видите, какая грозная собака. О, вот это не грузовик. Что это? Это не грузовик. А что это? Это коробка с ботинками? Думаешь? С ботинками? Давай. Не тряси, а вдруг там сломается. Как она открывается-то? Ау. Ой, что это? Да, это зубная. Так, это зубная паста. Ну, Зайка, дай посмотреть-то пасту. О, что это она такая большая? Да, две пасты в упаковке. Непонятно. Это тебе открытка. Так, а это что такое? Что-то такое... Меня пугает у тебя. Вопли. Да, подожди, подожди, подожди. Ржун. Ни одной рукой никак. Помогай маме. А, это бутылочка для воды. Это с собой на прогулку брать воду. Видишь, с малинками. Красивенькая, да? Давай откроем. Так там пусто. Я снова в горизонтальном положении. Но я только что еще раз поела. И здоровой пищи в виде гречки и курицы. И я добавила еще 4 бутерброда с сыром. Но вы об этом не слышали. И мне стало почти хорошо. Мне кажется, стоит добавить еще немножко быстрых углеводов. Но это втайне от ребенка. Забавляется с новой бутылкой. Аккуратнее. Вот. И тогда я оживу. Ой. У меня телефон ожил. Иначе в мои сторис. Озвучивать реально в чем дело. Вы слышите? Сторис загрузились. Заблокированный телефон от вас происходит. А еще меня безумно радуют мои цветочки. У меня в этом году пораньше. Но я так спросила. Я говорю, ты можешь мне цветы на 8 марта подарить, пожалуйста. На день раньше мне для съемок надо. Ну ладно, Шер сказал. Удивился, потом сказал, да, конечно. Завтра будем одаривать маму и бабушку. Вот эти коробки. Это то, что я вчера вам показывала. Поэтому оно на винном месте лежит. Завтра уберем. Это у меня подоконник, видите? Завален этим всем. Блин, кто бы это погладил? Ребят, никто не хочет приехать это погладить. По бартеру там. А я про вас расскажу, как хорошо гладить. Бум, бум, бум. О, как бы. А то реально. Я по телефону сел. Не менее, я вторую неделю. Я по телефону сел. Не надо ходить по телефону. Я вторую неделю копаю это блюет. Я ладу, 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 ладу. Там часа на три. Он пришел, чтобы уйти. Он пойдет на тренировку, соскучился. Ты сколько прогуливал? Месяц. Месяц? Ужас. Кстати, наши пятна на потолке остались. Вот так они выглядят теперь. Я на них любуюсь каждый день, потому что все время сижу на этом стуле и смотрю вот так на Алишера, когда мы разговариваем. У меня все время взгляд за них цепляется. Накрасить потолок мы не будем пока, потому что неохота. Все остальное хорошо. Поживем с вином. Приятные воспоминания будут. Кузьма, что ты есть хочешь? Да? Торт буду завтра утром готовить на 8 марта. А сейчас я поеду на тренировку, а я пойду работать в кровати. Я люблю такой вариант. У меня лучше всего посты пишутся именно в кровати, в тишине. Занимаюсь сегодня инстаграмом. В черновиках целая куча всего. Надо записать, пока вдохновение не ушло. Кузьма, давай прощаться. Замочки мы с вами на следующий день распакуем. Смотрите, что я купила на велик. Разорилась. Сзади на это кресло детское. Напоминает глаза терминатора. Вставить такой. Слышите, как он мурлыкает? Он говорит, а ты ешь, ты ешь, поделись со мной. Ну, все, пойду прокомментировать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok